Всем привет! Вы на канале Mad Max Go, и в этом видео я хотел бы рассказать про все самые лучшие обновления за историю DR Survival. Думаю, многие видели текущие ситуации в игре. Игреки уходят с онлайна в деносный режим, или просто перестают играть, потому что в игре стало довольно-таки скучно и нечего делать. Не знаю, что будут принимать разрабы, но это уже их дело. А сейчас я хотел бы просто вспомнить самые лучшие обновления в DR, которые принесли в игру немало интересного. Но я буду говорить не в порядке возрастания их, можно сказать, крутизны, а в хронологической последовательности. Итак, давайте приступать. Одним из самых лучших обновлений в игре я считаю обновление версии 550. Оно принесло в игру новое оформление городов. Старое было тоже довольно-таки неплохое, но новое было в несколько раз красивее. Вместо квадратных домов и не очень красивых больниц, вонских частей и так далее, получили прекрасные локации с проработанными деталями. Также положительным изменением было то, что большие здания были разделены на несколько частей. Например, милицейский участок был разделен на гараж, штаб, оружейную и парковку. Кроме того, одним из важнейших изменений в этой версии стало то, что мы наконец-таки могли отменять крафт или процесс во время нажатия на экран. В обновлении было также множество мелких изменений, таких как возможность охотиться на определенного врага в локации и изменение баланса. Но это уже мелочи, рассматривать их мы не будем. Но если вам это нужно, то вот они у вас на экране. Следующее обновление, о котором я хотел бы рассказать, это обновление 590. В этом обновлении в игру был введен новый интересный сюрвет с текциевыми квестами. Сюрвет стал очень интересным и проработанным, несмотря на мелкие ляпы. Кроме того, мы узнали, что такое ДР и почему игра так называется. Также в игру добавили 4 противогаза вместо одного. Это были ГП-4, ГП-5, ГП-7 и ПМГ, а также фильтр для противогаза и самодельный респиратор. Некоторые предметы были упротнены, например, счетчик Гейгера. Странно, что теперь мы могли видеть уровень радиации без него. По-моему, это был неплохой предмет. И вот кому наловите список всех изменений. Ну и третье обновление, о котором я хотел бы рассказать, это обновление 614. Кому-то оно не понравилось, но, на мой взгляд, это было очень правильным решением изменить боевую систему. Вместо процентного шанса победы мы теперь могли участвовать в боях по клеткам, что сохранилось до сегодняшней версии. Только единственное, что я не поддерживал, то почему эту процентную систему не добавили в автобой. Например, мы могли бы сражаться с автобоем не только с каким-то слабым противником, а со всеми. Допустим, победа над каким-то слабым, допустим, крысы той же 95-100%, а над каким-то сильным кабаном-медведем 50-70%. То есть у нас было бы меньше шансов. По-моему, это было довольно-таки интересно. Жертвы разработчики не сделали такую систему. Также в этой версии впервые появилась возможность позвать на помощь тех, кто находился рядом. То есть мы могли вызывать во время боя других игроков в онлайне, и их боб помогал нам в сражении. Но в обновлении были также негативные стороны. Например, теперь вместо интересной довольно оригинальной механики с одеждой, когда мы одевали куртку, штаны и перчатки, плащ и так далее, оставили только один слот под одежду, что довольно-таки грустно. Ну вот, я и оставляю список всех изменений. На сегодня, в принципе, всё. Пишите в комментариях, какие обновления больше вам нравятся вам. Будет интересно почитать. Ну а на сегодня всё. Всем удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok